Федеральный центр травматологии перепрофилировали ради борьбы с коронавирусом. Чтобы снизить ограничительные меры в регионе, необходимо создать еще больше резервных мест в больницах, в том числе и федеральных. Как пасечникам обезопасить своих пчел от отравления пестицидами? Мы расположили наши пасеки на прицепах. Минсельхоз Чувашии презентовал интерактивную карту пчеловодства. Она позволяет увидеть территории, на которых расположены зарегистрированные пасеки. Это не их мусор, но их деревня. Больше всего мы здесь видим бутылки из-под крепкого алкоголя. Молодежь Вурнавского района решила очистить родные места от залежавшегося мусора. Более полувека на сцене, около 40 лет в учебном зале. И вот она показывает мне движение. Одно показывает, второе, третье. Педагог, заслуженный работник культуры России Чувашии Людмила Нянина отпраздновала свой 80-летний юбилей. Здравствуйте! В прямом эфире Вести Чебоксара. О событиях этого четверга расскажут корреспонденты ГТРК Чувашия и я, Екатерина Храмкина. За сутки в Чувашии выявлено еще 79 случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала года составило 1439 человек. С сегодняшнего дня по-новому начал работать Федеральный центр травматологии. Он полностью перепрофилирован на лечение больных с коронавирусной инфекцией. С организацией лечебного процесса ознакомился в Рио глава республики Олег Николаев. В центре травматологии создали все условия для приема и лечения больных с инфекцией. Разграничены красные и зеленые зоны. Оборудованы шлюзы и санпропускники. Полностью оснащены 90 мест, в том числе 17 реанимационных коек. В учреждении организовано централизованное снабжение кислородом. Укомплектованность стационарных отделений для лечения больных с ковидом 100%. Создан месячный запас медикаментов и тест-систем для диагностики вируса. На три месяца запасли дезинфицирующие средства и медицинские изделия. Перед нами стоит задача максимально в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность. Чтобы, если так можно выразиться, победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашской республике. Ну и вернуться к тем функциональным задачам, для которого и предназначен данный центр. Все-таки перепрофилирование травматологической клиники – весьма серьезный шаг. Для того, чтобы снизить ограничительные меры в регионе, необходимо создать еще больше резервных мест в больницах. В том числе и в федеральных. На сегодняшний день у нас в республике развернуто уже 1135 ковик. При том, что в Минздраве России расчетное количество ковик на нашу региону было рассчитано 609. То есть практически в два раза увеличилось количество ковиков. Пока в центре не проводят ни плановых, ни экстренных операций. Но у своих пациентов чебоксарские травматологи продолжают курировать. Сейчас в настоящее время мы перенаправляем другие лечебные учреждения, другие субъекты Российской Федерации для какой-то сложной помощи. Там, где необходимо и возможно помочь в наших условиях, на базе наших городских лечебных учреждений, также продолжаем оказывать им помощь и консультируем своих коллег. Стоит отметить, что за год в центре травматологии выполняется более 8 тысяч оперативных вмешательств. В среднем 34 операции в день. Когда закончится период ограничительных мер, чебоксарские ортопеды снова начнут принимать своих пациентов. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. Также сегодня в Рио главы Чуваши Олег Николаев по видеосвязи дал интервью информационному агентству Интерфакс. Разговор был посвящен итогам работы за первые 100 дней на посту руководителя региона. Общаясь с журналистом Федерального информагентства, Олег Николаев отметил, что первым делом, когда приступил к новой для себя должности, проверил, на что уходят деньги из республиканского бюджета. За короткий период, по словам руководителя региона, удалось провести своеобразную инвентаризацию и перераспределить имеющиеся средства по нужным направлениям. К примеру, муниципалитеты поддержали рублем. На их развитие дополнительно направили 3,5 миллиарда. За счет республиканской казны удалось снизить с 3 до 1,1% по кредиту по сельской ипотеке. Дополнительную материальную поддержку от республики ощутили ветераны Великой Отечественной войны. Олег Николаев объяснил, и за счет чего республика планирует выбираться с отстающих позиций в лидирующие. Как будет меняться структура экономики и какие отрасли будут насыщать финансами в ближайшие годы. В ходе интервью Олег Николаев рассказал также, закончился ли процесс формирования его команды, что в республике планирует предпринять для сохранения национального языка и культуры, а также как в условиях пандемии будет проходить празднование столетия чувашской автономии. На сегодняшний день мы многие вещи теперь переводим в так называемый дистанционный формат, через формат таких вот цифровых технологий, в том числе, как мы сейчас с вами общаемся. И, конечно же, попытаемся, тем не менее, реализовать все те возможные идеи. Но, тем более, лето все-таки пока еще не началось на три месяца, возможно, нам удастся что-то привести и в очном формате, в случае, если ситуация нам это позволит. По какой схеме в ближайшие пять лет будут работать ключевые министерства республики, Минэк и Минтруд? Эту тему обсуждали в Доме правительства. Оба ведомства представили свои стратегии развития. В Республиканском Минтруда в ближайшие пять лет не намерены отклоняться от уже выбранного курса. Как и сейчас, будут работать над содействием занятости населения, социальным обслуживанием и защитой граждан. Так, до 2024 года собираются трудоустроить 399 тысяч безработных. На это направят больше 2 миллиардов рублей. Модернизирована будет и сама система службы занятости населения. К 2024 году откроется шесть модельных кадровых центров, первый из которых уже в этом году запустят в АЛАТРе. Увеличивать собираются и ожидаемую продолжительность здоровой жизни людей. Сейчас этот показатель держится на уровне 63 года. 24-му должен достичь 67 лет. Данные цели будут способствовать мероприятиям. В частности, по развитию системы активного долголетия. На базе отделения дневного пребывания планируется создание шести модельных центров под единым брендом «Мой социальный центр». В рамках реализации этого проекта предусматривается вовлечь порядка трех тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов к занятиям физической культуры и творчеством, обучению компьютерной и финансовой грамотности именно на базе социальных центров. Свою стратегию развития до 2024 года на совещании представило и Министерство экономического развития Республики. В качестве основных задач ведомства на ближайшие годы создание условий для реализации крупных инвестпроектов и развития малого и среднего бизнеса на территории региона, повышение экспортного потенциала. В результате решения поставленной задачи планируется обеспечить качественный рост основных ключевых показателей. Валорегиональный продукт почти на 16% в 2018 году. Инвестиции в основном капитал в сопоставимых ценах на 9%. И торговая деятельность в 1,3 раза. Средние душевые доходы в 1,4 раза. При этом стратегическим показателем остается рост объема инвестиций в основной капитал. До 2024 года в Чувашию планируют реализовать 97 инвестиционных проектов, стоимость которых предварительно оценивается в 400 миллиардов рублей. Причем львиная доля в отрасли промышленности. При их запуске, по словам Ивана Моторина, появится более 17 тысяч новых рабочих мест. Также руководитель региона Олег Николаев напомнил, в ближайшие годы нужно серьезнее отнестись к вопросу создания национального бренда, чтобы повысить узнаваемость Чувашии на международной арене. Евгения Зиновьева, Михаил Солин, Вести Чувашия. В Чувашии полным ходом идет строительство завода объемно-блочного домостроения. Там будут изготавливать блок-секции, полностью готовые к эксплуатации. Территорию будущего предприятия сегодня посетил в Рио главы республики. Олег Николаев встретился с руководителями профильных ведомств и инвесторами, чтобы обсудить вопросы, возникающие в ходе строительства. Площадь территории завода составляет 10 гектаров. Пока строительные работы завершены на 50%, но уже к концу этого года планируется частично запустить производство объемных блоков. Готовые пространственные конструкции доставляют на строительные площадки, и из них собирают жилые дома. При этом существенно снижается стоимость возведения объектов и расход материалов, а также в разы сокращаются сроки монтажа по сравнению с крупнопанельным домостроением. Это как лего-конструктор, который будет монтироваться на площадке. То есть эти блоки будут полностью готовиться на этом производстве, вплоть до окон, электрики и всего остального. Они на площадке будут только монтироваться друг на друга. Данное предприятие будет очень полезно для нашей республики, я считаю, потому что эконом-жилье всегда востребовано. Общий объем инвестиций по проекту составляет примерно 700 миллионов рублей. После открытия производства объемных блоков в республике появится около 150 рабочих мест. Строительство с использованием этой технологии рентабельно и интересно в радиусе 400 километров. То есть таким образом получается это расстояние 800 километров, то есть 400 в одну сторону, 400 в другую сторону. И очевидно, это охватывает многие соседние регионы. Кроме рынка Чувашии, это Татарстан, Мордовы, Мариэл, Ульяновская область. И, конечно же, это говорит о том, что в случае, если продукция данного завода будет востребована, то и рынок сбыта для него достаточно существенный. Завод начнет изготавливать объемные блоки к концу этого года. В целом все идет по плану, за исключением того, что подъездную дорогу к заводу Лапсарский проезд пока ремонтируют, а предприятие в скором времени откроется. Получается разрыв между дорогой и работой завода где-то, ну, условно говоря, от года до двух лет. Ну, сегодня договорились по поводу того, что мы найдем временное решение и по поводу дороги ускорится работа для того, чтобы эти сроки не растягивались, а как можно быстрее вопрос был бы решен. На совещании приняли решение построить прямой съезд на близлежащую трассу. Чтобы было проще вывозить готовую продукцию. Татьяна Самсонова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. Как пасечникам обезопасить своих пчел от отравления пестицидами? Минсельхоз Чувашии презентовал интерактивную карту пчеловодства. Она позволяет увидеть территории, на которых расположены зарегистрированные пасеки. Отныне сельхозпроизводители перед проведением обработок полей химикатами обязаны ее открыть и при необходимости оповестить о потенциальной опасности для пчел глав сельских поселений. А те, в свою очередь, донести эту информацию до пчеловодов. Карту разместили на региональном портале пространственных данных. К этому порталу имеет доступ любой желающий. И здесь мы видим направление проекта министерств республики. И вот в том числе здесь наш проект называется пчеловодство. Вот если мы туда заходим, значит мы здесь видим карту Чувашской республики. В прошлом году проблема гибели пчел во многих регионах России стояла достаточно остро. В нескольких районах Чувашии вымерли десятки пчелиных семей. Пасечники полагают, что это произошло из-за отравления химикатами. Однако, если бы они заранее знали о предстоящей обработке полей, то могли бы успеть вывезти свои ульи или же изолировать насекомых сеткой. Чтобы сельхозпроизводители могли увидеть пчеловодное хозяйство на карте, его необходимо зарегистрировать. Согласно федеральному закону от 2016 года, каждая пасека должна иметь свой паспорт. В Минсельхозе Чувашии говорят, что многие пчеловоды не соблюдают это правило. Однако, только при наличии официального документа в случае отравления пчел можно требовать выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Немаловажное сейчас направление – это паспортизация пчелопасек. То есть в этом направлении работы ведется нашей госветслужбой. Они проводят учет, сколько пасек зарегистрировано, имеют ли они паспорт. Паспорт нужен для того, но как бы для учета. То есть этот паспорт позволяет иметь представление о пасеке. Это как бы своего рода история пасеки. По данным госветслужбы Чувашии в республике, ветеринарно-санитарный паспорт имеют лишь 35% пчеловодов. Директор агрофирмы «Пионер» Николай Николаев входит в это число. И даже придумал удобный способ, чтобы в случае необходимости легко можно было вывести пчелиные семьи с опасной для насекомых территории. Расположили наши пасеки на прицепах. То есть у нас пчелоприцепы так называемые. И вот 400 пчелосемей на 8 пчелоприцепах, они у нас перемещаются по полям. То есть мы успеваем их увезти за 2-3 дня заблаговременно. И после этого обрабатывали. В прошлом году так делали. Паспортизация пасек наиболее успешно проходит в Аликовском, Канажском и Комсомольском районах. Там большинство пчеловодов официально зарегистрировали свои хозяйства. Татьяна Самсонова, Алиса Александрова, Никита Углев, Вести Чувашия. На призыв в Рио главы Чувашии Олега Николаева объединить усилия по оказанию помощи нуждающимся в период пандемии людям откликнулись волонтеры из самых разных организаций. Сейчас в республике три штаба добровольцев. Среди них организация волонтеры-медики, в которой состоит более 200 человек. Это девушки и юноши, уже имеющие большой опыт в этом деле. Алло, здравствуйте, Галина Александровна. Меня зовут Елена, я волонтер по помощи пожилых в Чувашской республике. Студентка 4-го курса медфака ЧГУ по специальности «Лечебное дело» Елена Антонова стала добровольцем два года назад. Теперь без этого уже не представляет своей жизни. Начинала с сопровождения футбольных матчей, сейчас ее миссия – помогать пожилым и маломобильным людям. Елена отвечает за набор новых членов команды, за аккредитацию волонтеров и сама каждый день выезжает к нуждающимся в помощи. Мы помогаем пенсионерам старше 60 лет и маломобильным гражданам, которые звонят на нашу горячую линию 8 800 234 11. Эти заявки обрабатываются в Москве и уже модерируются, поступают к нам. Мы их повторно обзваниваем, спрашиваем, что нужно купить, какие продукты необходимы. Штаб помощи пожилым и маломобильным людям был создан в марте этого года. Поначалу волонтерам поступало 2-3 заявки в день. Позднее их количество увеличилось до 20 обращений. Сейчас снова стало поспокойнее, рассказывает Елена. Всего около пяти человек в день просят о помощи в покупке продуктов. Но волонтеры, кроме этого, еще развозят по всей республике бесплатные продуктовые наборы. Сейчас мы развозим бесплатные продуктовые наборы для инвалидов первых, вторых групп и пенсионеров, которые обратились к нам на горячую линию. Только за два дня необходимо доставить 49 таких наборов. Поэтому большую часть времени волонтеры проводят в пути. При встрече обязательно правило не контактировать с пожилыми. Мы вот здесь пакет поставим у порога. Елена признается, что это самая приятная часть работы волонтера, когда благодарят и желают крепкого здоровья. От добрых слов и работать хочется еще лучше, и появляется чувство ответственности за каждого, кому помогли. Наталья Егорова, Семен Антонов, Вести Чувашия. Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека стала победителем конкурса грантов президента России. Один миллион рублей будет выделено учреждению на реализацию проекта по созданию электронной базы писателей-чувашей детям. Сотрудники библиотеки создавали ее в течение нескольких лет. В базу вошли более трех тысяч виртуальных страниц на русском и чувашском языках. Более 1800 произведений, выдающихся чувашских писателей и поэтов. На этом сотрудники учреждения решили не останавливаться. Благодаря победе в конкурсе грантов президента России будет создана электронная библиотека с современным интерфейсом, в которую войдут оцифрованные тексты произведений чувашских авторов. Она также будет включать возможность онлайн-чтения, скачивания документов, прослушивания аудиокниг и интерактивного взаимодействия с пользователями. Мы будем привлекать наших артистов, те, которые будут озвучивать эти произведения. Мы предполагаем около двух тысяч записей разместить там. И, наверное, очень надеемся, что будет она востребована всеми нашими, не только писателем-поэтами, но всеми нашими читателями, учащимися, краеведами, преподавателями. Переполненные мусорные баки и десятки мешков с отходами рядом с контейнерными площадками. Такому раскладу дел жители деревни Малдокосы Вурнарского района, пожалуй, впервые так рады. Очистить от залежавшегося мусора улицы, водоемы и сады решила сельская молодежь. По словам активистов, им просто надоело наблюдать за тем, как родная деревня утопает в отходах. Вероника Павлова встретилась с теми, кто добровольно решил убрать не только за собой, но и за другими. Вооружившись перчатками и масками, ребята приступили к уборке села. Первым делом навести лоск решили в местном саду. Здесь то и дело активисты натыкаются на замаскированный мусор. Кто-то хотел основательно его припрятать от чужих глаз и присыпал землей. Отходы выгребают из ямы вилами и складывают в мешке. Большую часть составляют вещи и обувь. Похоже, таким образом местные жители избавлялись от старого гардероба. Неожиданные находки и в местном пруду, велосипедная рама. Как она сюда попала, можно только предполагать. Зато определить, кому принадлежат пустые банки и бутылки, несложно. Улики явные. Когда-то в этой таре хранилась приманка для рыбы. Больше всего мы здесь видим бутылки из-под крепкого алкоголя. Это, конечно, печально и радует. На борьбу с мусором вышло около 20 ребят. Старожилы деревни признавались. Такого масштабного субботника они не припомнят. И охотно выносили мешки. И подбадривали добрым словом. Мы, старые люди, очень рады, что молодежи из молодых косов так организовали. И чистят от мусора. Вышли кто на мотоблоке, кто граблями. Кто что смог издумал, все вынес. Так потихонечку все собрали. Результатом молодежи осталось довольно. Мусорные баки заполнились моментально. Поэтому пришлось аккуратно складировать мешки с отходами рядом с контейнерной площадкой. Но это лишь часть проблемы, которую удалось решить активистам. Внешний облик деревни то и дело портит гору мусора, которые не один десяток лет копятся во врагах и лесных массивах. Отходы свозили на свалки без разбора. Телевизоры считаются вредоносными отходами и имеют третий класс опасности. А значит, их здесь точно не должно быть. Мусорная куча с талыми снегами и дождями плавно перетекает вниз. И отходы попадают в соседнюю реку. Понятно, что раньше понятия мусорной реформы и в помине не было. По-новому сортировать отходы в Чуваши начали лишь несколько лет назад. Молодежь считает, что пришло время взяться за свалки основательно. И здесь очень важна поддержка местных властей. После принятия вот этого закона, утилизации еще с прошлого года, мы начали постепенно эти несанкционированные небольшие свалки ликвидировать. С помощью перевозчика все эти небольшие кучки в лесопосадках и небольших оврагах на учет уже взяли. И в этом году мы знаем, что это все завершим. Убирают и мусор, это в основном разные люди, рассказывают активисты. И пока каждый не научится нести ответственность за участок возле своего дома, искать виноватых, а самое главное, обязанных убирать мусор, можно очень долго. Вероника Павлова, Вести Чуваша. Более полувека на сцене, около 40 лет в учебном зале. В этом году заслуженный работник культуры России Чувашии и педагог Людмила Нянина празднуют свой 80-летний юбилей. Балетмейстер продолжает творческую работу и готовит хореографов для всей республики. С самого детства Людмила Нянина говорила родителям, что хочет стать артисткой. Благодаря лидерским качествам, упорству и трудолюбию, эту мечту удалось осуществить. Но путь к ней оказался непростым. Получить высшее образование после школы получилось не сразу. Время было тяжелое, денег не хватало. Но со временем Людмила Нянина все-таки перебралась из родного Козловского района в Чебоксары. Там она стала работать на кирпичном заводе и параллельно ходить в танцевальный кружок при народном хоре. Однажды между рабочими сменами решила сходить на пробу в ансамбль песни и танца. И вот она показывает мне движение. Одно показывает, второе, третье. Как я делала, не знаю. И потом я слышу, подходит комиссия и говорит, надо ее взять, с нее выйдет толк. Я так это слово запомнила. Так в 19 лет Людмила Николаевна стала артисткой балета Чувашского государственного ансамбля песни и танца. А через пару лет решила попробовать свои силы и пошла учиться на педагога-балетмейстера в ГИТИС. Ради этого два месяца Людмила Нянина жила у родственников в Москве и ходила на подготовительные курсы. Но мне тогда еще сразу предупредили, в них конкурсного места нет. А я все говорю, я буду стараться, я добьюсь, я буду учиться. Возьмите меня, пожалуйста, естественно. Я прошла по конкурсу, я выдержала и закончила. Окончив ГИТИС, Людмила Нянина вернулась в ансамбль песни и танца, но уже в качестве педагога-репетитора. Позже она возглавила хореографическое отделение Республиканского училища культуры. За годы работы Людмила Нянина выпустила не одно поколение танцоров и хореографов. Разработала учебные и методические пособия. Подготовила три большие концертные программы. За свои заслуги она удостоена звания заслуженного работника культуры России и Чувашии. Анжелика Артемьева, Марина Горягина, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Сегодня на нашем канале в 21 час выйдет очередной выпуск программы «Мастер спорта». Мой коллега Вячеслав Ильин расскажет о том, как спортсмены Чувашии отметили День Победы и какие технологии применяет Международная Федерация Тхэквондо, чтобы в жестких условиях изоляции сохранить интерес к своему виду спорта. Это была последняя информация выпуска. Хорошего вечера. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова